В этот день, 19 октября 1812 года, Наполеон покинул Москву. Напоследок он отдал распоряжение взорвать основные здания Кремля, однако саперы смогли повредить только несколько башен. 19 октября 1941 года в Москве было объявлено осадное положение. 19 октября 1956 года подписана совместная советско-японская декларация о прекращении войны. Однако полноценный мирный договор между странами не заключен до сих пор. 19 октября 1835 года Николай Гоголь написал письмо Пушкину с просьбой поделиться идеей для комедии. Спустя время появилась пьеса «Ревизор», пьеса, которая открывала новую эпоху в русской литературе и театре. В «Ревизоре» я решил собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, и за одним разом посмеяться всем, писал Гоголь в своей авторской исповеди. А началось все с письма другому знаменитому литератору Пушкину с просьбой «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот, рука отражит написать комедию». Николай Васильевич, который уже давал для прочтения великому поэту свои произведения, знал, что Александр Сергеевич ценит его удар заставлять читателя смеяться. Вот Пушкин и посоветовал написать про похождения мелкого столичного чиновника в провинции. Сохранился черновик Пушкина, в котором есть записи, напоминающие сюжет «Ревизора». Крис Пин приезжает в губернию на ярмарку, его принимают за. Губернатор честный дурак, губернаторша с ним гокетничает, Крис Пин сватается за дочь. Несмотря на все эти записи, что у Гоголя, что у Пушкина, некоторые современники отказывались сюжету «Ревизора» в оригинальности. И правда, в 1827 году была опубликована комедия украинского писателя Кевитка Основьяненко «Приезжие из столицы или суматоха в уездном городе». Чуть позже вышла повесть Вельхмана «Провинциальный актер». А вот разгромная лицензия пьесы от одного редактора того времени, Осипа Синковского. Плохой драматический анекдот. Карикатуру одного известного случая, который был тысячу раз напечатан, рассказан и отделан в разных видах. Первую редакцию своей комедии Гоголь представил друзьям в доме у поэта Жуковского. Реакция присутствующих была самая разная. Один из гостей говорил про Гоголя, читает мастерски и возбуждает беглый обонь раскатов смеха в аудитории. Он удивительно живо и верно, хотя и карикатурно описывает наш административный нрав. Другой же свидетель Чипки сожалел о Пушкине, который увлекся этим оскорбительным для искусства фарсом, ибо все время чтения катался от смеха. Были у произведений проблемы цензурного характера, уж очень острым оно вышло. Поэтому пьесу Гоголя «Литературный бомонд», поэт Жуковский, князь Вяземский, решил отстаивать перед самим государем. Ему ее читали вслух, и император Николай I не нашел комедию опасной, чем и дал состояться Леньере. И вот уже свидетельство успеха на сцене. Публика хохотала до упаду и осталась очень довольна исполнителями. Государь, уезжая, сказал «Тут всем досталось, а более всего мне». Хотя император был очень доволен, он много смеялся над травами своих провинциальных чинуш. И с тех пор до самой смерти Гоголя тому оказывалась исключительная, высочайшая помощь. Между тем, большое разочарование испытал сам автор. «Все против меня. Чиновники пожилые, почтенные, кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Воронят и ходят на пьесу. На четвертое представление нельзя достать билетов. Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене». Но больше всего Гоголя удручало поверхностное прочтение актерами характеров героев. Поэтому писатель продолжал редактировать свое произведение, снова и снова сопровождая его разными пояснительными статьями. И только спустя несколько лет на свет появилась окончательная редакция «Ревизора». А между тем и в среде критиков продолжалась дискуссия о новой гоголевской пьесе. Слова издателя Полевого про «Ревизора». Язык в нем неправильный, лица уродливые и гротески, а характеры китайские тени. Происшествие неизбыточное и нелепое. Критик Билинский был иного мнения. В «Ревизоре» нет сцен лучших, потому что нет лучших, но все превосходны. А пьеса тем временем исходила из театральных подмостков. За несколько лет разные театры поставили ее около 60-ти раз. И до сих пор «Ревизор» одна из самых любимых во всем мире русскоязычных пьес.